Вот уже два года мы живем в условиях пандемии и, судя по последним цифрам статистики, ситуация только ухудшается. Сейчас важно принять все меры, чтобы не заболеть коронавирусом. Мы встретились с заведующей инфекционным отделением Славянской ЦРБ Галиной Чупровой, которая рассказала, чем опасен ковид, кто в первую очередь находится в зоне риска и почему важно сделать прививку. Современная болезнь, которая имеет много разных клинических проявлений, от просто носительства до очень тяжелых, с развитием пневмонии, тяжелых осложнений в виде цитокинового шторма, тромбозов, тромбоэмболей. Поэтому очень много клинических вариантов. Тяжелее протекают у того, у кого есть хронические заболевания. И возраст старше 65 лет. То есть это когда угасает уже иммунная система и риски возникают именно вот в этой категории больных. Хотя у молодых людей тоже может протекать тяжело, потому что иммунная система может резко реагировать, особенно мужчины 30-40 лет, у них может тоже тяжело протекать. Это такая когорта пациентов, которые всегда за них переживаешь больше всего, потому что у них очень хорошо иммунная система наоборот реагирует, и из-за этого получаются цитокиновые штормы. Штамм омикрон, значит, он протекает в виде воспаления верхних дыхательных путей, то есть больные жалуются на интенсивные боли в горле, першение, сухой кашель, повышение температуры. В принципе, он неплохо поддаётся лечению, более такое благополучное у него течение, но у него очень высокая заразность. То есть если заболел кто-то в семье, заболеют все члены семьи, или в коллективе кто-то заболел, остальные тоже заболеют. То есть его отличает именно высокая заразность, то есть быстрое распространение. Много болеют молодых людей без каких-то хронических заболеваний, и у них это всё протекает благополучно. Но у лиц пожилого возраста всё равно, если идёт на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, если есть какие-то аутоиммунные заболевания, раковые заболевания, всё равно он протекает нелегко. В декабре был некий спад заболеваемости. Вот сейчас в феврале опять у нас идёт подъём заболеваемости, именно за счёт этого омикрона. Стало много болеть молодых людей, дети болеют, беременные болеют. Поэтому сейчас всё-таки набирает обороты опять эпидемия. Меры профилактики. Конечно, это личная профилактика, да, когда это обычное мытьё рук, которое нужно делать регулярно. Использовать антисептики. Ношение маски, конечно, это тоже предупреждает. Эта болезнь воздушно-капельным путём передаётся. Поэтому все воздушно-капельные инфекции у нас, в принципе, защита — это маски, ношение маски. Специфическая у нас есть профилактика от коронавируса — это использование вакцин. То есть введение вакцин, которое создаёт клеточный и гуморальный иммунитет. Сейчас у нас вакцинация проводится несколькими вакцинами. То есть у нас есть выбор. У нас есть гам-ковид-вакцина, которая используется двухкратно. Её используют с интервалом 21 день. И она может использоваться от 18 лет и старше. И есть две вакцины, которые ограничиваются возрастом от 18 до 60 лет. Это эпивак-корона и кови-вак вакцина. Они тоже есть в нашем районе, используются эти вакцины. Эпивак-вакцина хороша тому, кто страдает аллергией. Потому что она так сделана из пептидных антигенов. То есть не весь там вирус, а часть его только белков. В принципе, люди с аллергией неплохо переносят. А кови-вак – это классическая цельноверённая вакцина, то есть ослабленный вирус. Из ослабленного вируса. Но и спутник лайт. Вакцина – это первый компонент вакцины гам-ковид. Вот эти вакцины у нас есть в районе. Кроме этого, у нас появилась вакцина для подростков. Гам-ковид-вак-М. Ну, там более она идёт такая мягче, эта вакцина. Она используется для подростков от 12 до 17 лет. Ну и считается, что, чтобы была защита, надо 60% населения, чтобы было вакцинировано. Чтобы прослойка иммунная была не меньше 60%. То есть вот такой должен быть общественный иммунитет. Вакцинация на самом деле – это очень надёжное средство для профилактики, для предотвращения этой болезни. Это всё равно, что, как мы раньше говорили, прививка от гриппа – это прививка от смерти. Можно то же самое сказать про вакцинацию от ковид-инфекции. То есть это прививка от смерти. То есть вы предупредите заболевание, предупредите свою смерть. Поэтому это очень важно. На это надо уделить, найти время и сделать это. Даже если вы заболеете, но всё равно это будет протекать более мягче. Всё равно у вас не будет цитокинового шторма. То есть я думаю, что надо и сделать её вовремя. Пока организм здоровый, пока не было контакта. Найти на это время, пойти и провакцинироваться. Продолжение следует...